МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовка Самары к летнему сезону. Какие территории будут благоустроены в рамках программы «Комфортная городская среда». Как будет выполняться городской бюджет в 2022 году? В нашей студии Алексей Дегтев, председатель Думы городского округа Самары. Алексей Петрович, добрый вечер. Здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер и всем доброго здоровья. И всем доброго здоровья. Алексей Петрович, в Самаре еще холодно, по сути, еще зима, хотя календарная весна. Но понятно, что осталось-то совсем немного, еще каких-то там пары недель, наверное. Вот по вашей оценке, как прошла зима? Как мы вообще в целом прошли зиму? Ну, конечно, пока не закончился зимний сезон. Я имею в виду коммунальный. Коммунальный, да, отопительный. Да, здесь связаны с вопросами отопления и связан с вопросами благоустройства, дорожной сети, внутри дворовых, так сказать, проездов. И все, что связано, так сказать, со снегопадом, с наледью. Во-первых, наша специфика, что чем ближе весна, то есть в дневные часы это будет оттепель, тепло, да, так сказать, ночная земля, зима будет еще сопротивляться, так сказать, вот этот вот контраст, он всегда, особенно в утренние часы, вызывает, ну, особые проблемы. И, конечно, здесь на чеку, так сказать, нужно быть продолжать всем коммунальным службам. Но в целом я хочу сказать, что, во-первых, сегодня мы уже на протяжении не первого сезона в рамках отопительного сезона работаем не по календарной зиме, а по климатическим условиям. Да, вот что важно. Это очень важно, да. Значит, эта тенденция будет сохраняться. Мы сокращаем процент износа тепловых сетей, который был в катастрофическом положении. То есть это тоже очень важно. Да, это неудобство, это перекладка магистралей, так сказать. Дорожные работы. Оно себя оправдывает. Вот, то есть, ну, и, конечно, это сама зима. И в целом я скажу, что, понятно, есть масса замечаний, которые касаются справедливых замечаний и по автомобильным дорогам, так сказать, разной категории, так сказать, и по пешеходным тротуарам, и по выходам из подъезда, и по кровлям. Но в целом у нас не было таких катаклизмов, чтобы хотя бы на минуту остановился общественный транспорт в связи, так сказать, со снежными заносами, да, так сказать. Вот все работало в этом плане бесперебойно. Вот. Но трудности своего рода были. Я не хочу сказать, что количество осадков там выпало больше или меньше. Я всегда говорю, зима на свое всегда наверстает. Если не в декабре, так и в январе. Не в январе, так сказать, в феврале или в марте. Вот. А вот что касается проблемой с износом коммунальной техники, и здесь мы еще не наверстали, так сказать, вот, не произвели в полном объеме замену. Это очень дорогостоящий проект, но мы движемся к нему, да, так сказать, через разные формы, третий лизинг, и аренда, так сказать, техники. Вот. И второй вопрос, это нас очень подрезало по миру COVID-19, то есть за механизатора, водители, те же люди, и также, к сожалению, подвержены болезням. Поэтому вот в большом количестве, еженедельно у нас выпадало большое количество людей, некому просто было садиться за трактор, за снегоуборщик и так далее. Вот эта проблема, она, ну, является такой особенной. Кстати, ну, говоря об этой проблеме, в рамках городского хозяйства, мы столкнулись и с водителями трамваев, автобусов, то есть кондуктора, которые тоже, так сказать, десятками подверглись заболеванию, там, и длительному карантину. Вот. Но мы провели пять выездных комитетов, вот на сегодняшний день, внимательно изучили все дорожные сети, всю проблематику, подготовили существенные предложения, чтобы качественно изменить и подготовиться к зиме 2022-2023 года. Это очень важно. Потому что понятно, что сейчас придет весна, все растает, успокоимся, так сказать, и все это забудется, да, все эти негативные явления. А забывать нельзя? Ну, нет, забывать нельзя, поэтому выводы будут сделаны серьезные, начиная от работы, в том числе и проохранительных органов. К сожалению, здесь не все как в порядке. Ну, я не хочу сейчас давать оценку, вмешиваться в эту зону компетентности. Вот. Но наша работа, так сказать, это максимально заменить технику, дальше укомплектоваться штатами работников, вот, и кардинально навести порядок в системе управляющих компаний. Ну, понимаете, негоже, когда у тебя в предприятии обслуживается две, три сотни домов, да, так сказать, и громадные территории, площади, там, одна, максимум полторы единицы собственной техники. Вот эти пресловутые, то, что мы там берем, получаем в аренду. Да, 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 вот эта схема. Ну, если бы все было чисто, было все комфортно, да, может быть, и вопросы у нас не возникали. Вот. И здесь, конечно, такой пророй коллапс, что при получении лицензии в управляющей компании нет такого норматива, сколько единиц техники должно быть именно у нее на балансе, на балансе у предприятия собственной. Вот. Но здесь я считаю, что главное и последнее слово должны сказать мы, жители, потому что мы заключаем договора, и здесь ничто нам не мешает, значит, на собрание, дальше, да, чтобы нам представили вот эту самую характеристику, вот, чем вооружена компания, да, так сказать, вот, дальше. Как она реализовывала задачи по содержанию территории в тот или иной период. Это очень важно. Вот. Но сделаем, сделаем, и уже сегодня сделали серьезные выводы, разобрали на профильных комитетах, так сказать, даны рекомендации определенные, и постараемся качественно повлиять на эту ситуацию. Мы коснулись и объектов социальной сферы, у нас достаточное уже количество благоустроенных территорий общественных, где в шаговой доступности и дети школьного возраста, я сейчас говорю о спортивных площадках всесезонных, тоже была проблематика, и на нее мы посмотрели не через критическую призму, да, так сказать, а как, а как задать содействие там образовательному учреждению по содержанию, по заливке льда. У нас на площади Куйбышева на сегодняшний день, ну, весь зимний период, так сказать, работали две площадки ледовые. В этом году по нашей инициативе администрация установила русские городки, которые мы интенсивно возрождаем в нашем городе. Дальше это в сквере Фадеева, большой популярностью пользовались в парках Самары, катки дальше на набережной, и эту ситуацию мы тоже будем развивать. И здесь тоже требуется и финансирование, и дополнительно специализированные техники, мы над этим работаем. То есть доступные спортивные объекты, они будут развиваться? Да, они будут развиваться. Потому что мы же сами спортсмены, поэтому... Ну, в данном случае это в шаговой доступности, и для урочной деятельности, и в неурочной деятельности, ну, и провести время вместе с семьей. Сегодня большую популярность уже второй год пользуется на площади Славы, то есть вот площадка, так сказать, новая появилась, и этот процесс, он будет продолжаться. Да, он затратный, но он себя оправдывает. Он необходим. Уже пора думать о подготовке города к лету, потому что когда будет тепло, чтобы уже было чисто, хорошо, красиво. Вот что планируется со стороны... На самом деле, вот на эти перманентные состояния находимся, как говорится. Только наступает зима, да, так сказать, мы уже думаем о летнем периоде. Ну, во-первых, у нас есть ряд муниципальных предприятий, которые непосредственно участвуют в озеленении, в богоустройстве нашего города. Это муниципальное предприятие, в богоустройстве, где с каждым годом увеличивается количество цветников, ракариев, клумбы разбиваются, в том числе всякие навесные конструкции, идет процесс озеленения. Ну, я вам скажу, в целом, вот у нас глава города Лена Владимировна Лапушкина, то есть она этому уделяет очень большое значение, внимание, наверное, в первую очередь, как хозяйка, как женщина. И город меняется в этой части. Все больше общественных организаций работают, так сказать, вот на территориях. Чем больше в рамках вот комфортной городской среды богоустраиваются дворовых территорий, общественных территорий. Они требуют и не только разового богоустройства, но и ежегодного ухода, поддержки, сохранности. Ведь посадить кустарник, дерево – это затрат на одно, но сложнее его вырастить, сохранить, поливать, ухаживать, уход. Поэтому это сразу нужно предусматривать в своей работе. Сегодня мы также приобрели на город специализированные техники. Ну, собственно говоря, часть из них, она всесезонная, то есть переходят с зимы, так сказать, на лето, да. Но есть специализированные механизмы, которые необходимы, так сказать, вот для по уходу за газонами. Их становится, так сказать, все больше. Ну, пусть не столько, сколько хотелось бы еще, да, так сказать, но мы здесь серьезным образом продвинулись. Вот кто, знаете, вот критически так всегда оценивает, диванный эксперт, вот, ну... Ну, это можно, да. Ну, во-первых, критика это хорошо, но еще лучше, когда ты вот своими руками что-то сделаешь, да, так сказать, для... да хотя бы там для того двора, где там проживаешь. Вот. Вот. И увидишь, как все этот мир, он меняется. Значит, вот я бы сказал про общественные организации, молодежные движения и все новые-новые программы, волонтерские, экологические. В прошлом году вот мы в рамках спасения Волги, спасаем уже Волгу, вот до чего докатились. Значит, мы вышли с инициативой изменить время работы на... при береговой зоне, а именно до паводка. То есть до подъема большой воды. Значит, прежде чем вода поглотит вот весь этот мусор, рукотворный, к сожалению, да. Пройти убрать. Да, мы его, так сказать, убирали. Но понимая, что мы не можем охватить там всю территорию, а у нас чуть меньше 20 крупных городов находятся на лево-право-бережье, мы вышли с инициативой и отправили обращение во все... своим коллегам, в органах представительной власти. И нас все поддержали. То есть вот уже в этом году это уже будет продолжение. Надеюсь, и коллеги также нас поддержат. Вот в преддверии большой воды, значит, как только встает лед, так сказать, опять выйдем на береговые зоны. Не только Волги, у нас и Самарка, у нас и чуть менее 200 водоемов, которые находятся на территории городского окку Самары. И все требуют особого внимания. Значит, поэтому формируем новые бригады, новые, так сказать, объекты у депутатов Думы городского окку Самары и не только. Потому что парк большой, мы в преддверии Дня Победы вот уже который год наводим, так сказать, порядок после зимней на территории нашего муниципального парка Победы. Вот с тем, чтобы вот в канун 9 мая ветераны, жители города, ну, такой комфортных уже условий, могли, да, провести время и встретить великий праздник, великие победы. Алексей Петрович, я предлагаю посмотреть сюжет, а затем продолжим нашу беседу. Два миллиарда семьсот двадцать восемь миллионов пополнит казну Самары. Эти средства будут перечислены из вышестоящих бюджетов. Деньги будут направлены в основном на сферы образования и культуры, а именно на доступ горожан к бесплатному образованию, на поддержку классных руководителей, на выплаты педагогам дошкольных организаций, на модернизацию библиотек, музеев и детских театров. Средства вышестоящих бюджетов учитываются в том числе на организацию образовательного процесса, поддержку детских школ искусств, детских кукольных театров, музеев и библиотек. Кроме того, увеличился и план по собственным налоговым и неналоговым поступлениям на 95 миллионов рублей. За счет этих средств планируется купить квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Также в бюджет добавляются и средства, которые остались с прошлого года. Это один миллиард рублей. Они будут распределены по самым разным статьям расходов. Например, на содержание автомобильных дорог, капитальный ремонт образовательных учреждений, проведение ремонта и строительства объектов физкультуры и спорта, исполнение указов президента. В итоге, учитывая все поступления, доходы бюджета города на 2022 год составляют 26 миллиардов 358 миллионов рублей, а расходы 27 миллиардов 366 миллионов рублей. Алексей Петрович, итак, бюджет важнейшая часть нашей жизни, потому что именно он необходим для того, чтобы реализовывать все эти программы, о которых вы говорили. Он запланирован бездефицитный на 2022 год, на 2023, на 2024. В связи со всеми последними событиями, как будем его выполнять? Понятно, что есть вещи, так сказать, планируемые, есть предсказуемые и есть вещи, которые вызваны, в данном случае, той экономической ситуацией, в которой оказалась вся наша сторона, да и не только сторона. Вот, это экономические санкции, вот, и это сокращение производства, отсюда, так сказать, прямые налоги, которые мы получаем, это подоходный налог и много другое, конечно, здесь будут неизбежны потери. Но, во-первых, мы рассчитываем на поддержку и вышестоящих бюджетов и сегодня в правительстве Российской Федерации, в Самарской области, значит, делается все возможное, да, так сказать, чтобы у нас сокращения не было. Почему? Потому что, ну, скажем, лишних средств их нет. И все расходы, они ориентированы на жизнедеятельность горожан города и носят социальный характер. То есть, вот, коллега сейчас в репортаже пояснил, что там вот изменения, которые последние происходили, они связаны по отрасли образования. То есть, это субсидии, которые мы получили из высчитающих бюджетов на 22-й год, как раз определяют гарантии юных самарцев на получение образования, начиная от дошкольного, начального, среднего, общего, полного. То есть, выплаты зарплаты, выплаты социальной выплаты, за классное руководство, за много-много другое. Вот. И все программы, которые были запланированы, да, так сказать, вот, они будут выполняться. Понятно, есть вещи, которые сегодня все ГРБС, то есть, все департаменты пересмотрели. То есть, задача такая была, так сказать, поставлена. Ну, с тем, чтобы в какой-то степени была некая страховка, значит, что можно перенести, ну, скажем, на, там, 23-24 год. То есть, не закрыть, да, так сказать, не убрать, там, каким-то образом, вот, а произвести перенос. То есть, ну, без чего можно, так скажем, в какой-то степени, так сказать, обойтись. В том числе с учетом мероприятий, связанных с ограничением по ковиду-19. То есть, вот, видите, например, там, Масленица у нас, например, была запланирована широкая, там, с помпезными гуляниями. Вот. Ну, сказали, все по-скромному проходит, да, так сказать, вот, режим ослабили, то есть, там, QR-коды отменили, да, так сказать, но вот такие собрания большого количества людей, они, так сказать, ограничиваются. Ну, это логично, да. Это логично. И вот так вот по спортивным ли мероприятиям, так сказать, по инвестиционным каким-то программам, да, вот, пересмотр такой произведен. В общем, то, что можно пересмотреть, можно пересмотреть. Да. Вернуться, вернуться, еще раз повторю, что никто, так сказать, не сократил напрямую, да, но вот такая подушка безопасности финансовой, да, так сказать, она должна, так сказать, быть. Вот, в том числе и вот по расходу непосредственно по Думе мы такую же работу провели. Такую работу провели. Вот. А вопрос, кстати, такой, поддержка людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, людей, которые работают с ковидом, это все сохранится? Ну, в данном случае здесь работа проводится и на уровне и правительства Российской Федерации, Самарской области, администрации города, депутатов, как внутри городских районов, так и Думы непосредственно. В рамках непосредственного исполнения своих обязанностей и в рамках волонтерской деятельности. То есть, ну, вы видите, вот, я, давайте, от последнего, вот, прошел международный праздник 8 марта. То есть, и здесь люди, несмотря на, там, государственные праздники, находились на своих рабочих местах. И было крайне приятно, да, так сказать, вот, когда добрые слова, цветы, так сказать, вот, в качестве подарка, пожеланий, так сказать, шлевых адрес. Вот, здесь и поддержка семей, имеющих детей, оказавшихся в трудной жизни ситуации, людей старшего, так сказать, пожилого возраста. То есть, эта работа, она, ну, буквально проходит, так сказать, ежедневно. Вы, понимаете, вот, ну, скажем, есть, там, категории, да, которые, вот, ну, вот, как-то это отражает, да, так сказать, вот, мы видим, там, там, в социальных сетях. Но, поверьте, это, это малая-малая доля. Вот. Того, что делается? Вся, конечно, вся основная работа, так сказать, вот, ну, в силу характера, там, личных качеств. То есть, не все, во-первых, вот, любят, чтобы вот где-то на показ или еще что-то было. Но кропотливая работа, она вот идет ежеминутно. Более того, мы не ограничиваемся помощью только здесь, своих, так сказать, земляков непосредственно, горожан. Вот. Оказывается, самая серьезная помощь нашим соотечественникам, гражданам, которые находятся на территории Украины. Значит, это сбор гуманитарной помощи, доставка гуманитарной помощи на данную территорию. Дальше. Более того, сегодня область и город принимают беженцев из Донецка, значит, тоже вы видите, работа выстроена не только принять людей и устроить их быт, да, так сказать, но в том числе организовано и организован вплоть до образовательной процесса. Ну, да, уже начали учиться. То есть, дети учатся, там, созданы игровые комнаты, работают с ними педагоги, психологи, воспитатели. Да что там говорить? Уже состав пополнился, вот буквально. Ну, да, уже дети рождаются. Да, вот родила, я с ней вот общался, когда она еще беременная была. Я говорю, вы жителям какого города будете считать, она говорит, ну, если сама родится, значит, вот родилась самарчанка у нас, так сказать, дополнительно. И здесь оказывается серьезная помощь, за что я вот нашим жителям премного благодарен. Сегодня это очень важно, как говорится. Сегодня важное и доброе слово. Все мы находимся в непростой, так сказать, ситуации. Кто-то находится в крайне тяжелой, да, выполняя свой воинский долг, как говорится. И там нужна поддержка. Мы понимаем, что здесь находятся семьи, вот, военнослужащих, да, так сказать, людей, которые заняты. Поэтому нужна, так сказать, всесторонняя общая гражданская мобилизация общества, да, так сказать. И здесь добросовестно, качественно, по совести выполнять свои обязанности в первую очередь. Чем бы ты ни занимался, да, так сказать, дороги ли чистил, так сказать, вот, детей учил, лечил, вот, в бизнесе ли занимаешься. Вот, всем нужно об этом подумать. Алексей Петрович, я предлагаю сейчас поговорить о программе «Комфортная городская среда», но предварительно. Давайте посмотрим сюжет на эту тему. В Самаре продолжаются обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На повестке топ-20 значимых для горожан локаций для рейтингового голосования. Их уже выбрали ранее из 87 пространств. Перед началом голосования все проекты благоустройства выносят на обсуждение общественности. Встречи уже прошли в Кировском и Куйбышевском районах. Ознакомились с дизайн-проектами, задали свои вопросы, внесли предложения и жители железнодорожного района. На слушание приглашены абсолютно все жители района. Слушания нужны, потому что, в общем-то, все пространства общественные, которые делают, делают, конечно, в первую очередь для жителей, поэтому мнение жителей в данном вопросе, наверное, кардинально необходимо. В железнодорожном районе в топ-20 территорий для голосования попал сквер первых космонавтов. Хотелось бы, конечно, чтобы было озеленение, чтобы были лавочки. В нашем районе очень активно мы принимаем участие во всех программах. В частности, в нашем дворе была, недавно закончилась ГКС программа, у нас очень красивый двор, и мы видим результаты. Поэтому мы хотели, конечно, чтобы и другие зоны вокруг нашего двора тоже облагораживались. Пожелания самарцев будут принимать до 28 февраля. Мы видим большой интерес, который прежде всего сказывается в количестве тех жителей, которые принимают ежегодное участие и в процедурах обсуждения территорий, непосредственно в процедуре отбора территорий. Дизайн проекта у нас, концепции будут доработаны с учетом общественных обсуждений и будут представлены непосредственно голосования. Отдать свой голос за выбранный проект можно на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. О сроках голосования сообщат дополнительно. Алексей Петрович, как Вы оцениваете эффективность работы этой программы? Ну, Вы знаете, у нее только есть один маленький минус. Вот хотелось бы, чтобы одномоментно мы могли, вот все проекты не только топ-20, 22-го года, а то, что выбрано горожанами, там их чуть меньше 100, да, так сказать, мы реализовали вот буквально в кратчайшие сроки. Но мы даем себе отчет, что за каждой территорией стоит не только общественное обсуждение, составление проектной документации, да, так сказать, вот дизайн работы, потом вносится корректировка, ведь собираются не от того, что люди хотят быть или не быть, а каким быть. Вот это вот соучастие, оно очень важно. Оно, как, знаете, как вот выстроено уже получается, да, так сказать, что доля моих знаний, моих эмоций, чувств, здесь она находится. Это очень важно. Это потом передается, так сказать, вот, и отношение у людей к этому устраивается, вот, но за этим стоят еще серьезные финансовые ресурсы. Вот, скажем, у нас есть там проект, вот, по парку молодежный, он уже вот начался в 21-м году, его реализация. Да, там работы активные тут. Да, но чтобы всю территорию, да, благоустроить, да, так сказать, это, ну, сотни миллионов нужны для этого, вот. Вот, ну, мы к этому идем, к этому стремимся. Ну, хотелось бы, хотелось бы озеро, я вот лично жду это озеро, когда там будет. Вот, значит, поэтому программе быть, ну, и вы знаете, что она не ограничена по срокам, то есть, как комфортная городская среда, так сказать, вот, по благоустройству дворовых территорий, до тех пор, пока мы не наведем порядок, вот, в каждом дворе, да, так сказать, то есть, эта программа будет работать. Алексей Петрович, вот сейчас важнейшая тема, на мой взгляд, вот, в связи со всеми последними событиями, с подачей именно городской думы, в Самаре появился нагрудный знак за патриотическое воспитание. Вот, кто, когда, как и за что его получил? Ну, вы знаете, вот, нагрудный знак за патриотическое воспитание. Мы вышли с инициативой на совет по патриотическому воспитанию при Думе, на общественные организации, вот, обсуждение, и везде получили, так сказать, поддержку, прежде чем ее, так сказать, принять, значит, когда мы готовились к 70-летию Великой Победы. Значит, вот, это та работа, которая, так сказать, начиналась. И вот на сегодняшний день, говорят, кто имеет этот знак, он настолько вот обширен и по числу, и по возрастным, так сказать, отличиям. То есть, это и учащиеся молодежь, студенты, это преподаватели, это работники музеев, руководители общественных организаций, граждане. То есть, список настолько уже, так сказать, велик, он не обезличивается, потому что вы понимали, он там не раздается, так сказать, налево-направо, да, так сказать, то есть, это рассматривается на, каждая кандидатура рассматривается на совете Думы, значит, принимается решение Думы, и каждая кандидатура представляется вот большим перечнем ходатайств, которые, собственно, не забюрократизированы, с одной стороны, да, так сказать, вот, но с другой стороны прикладывается такая колоссальная работа, которую люди проводят, и сегодня это очень актуально. Ну, во-первых, сам знак, вот, ну, на наш взгляд, это целая энциклопедия, которые отображены символом, основной силой Великой Отечественной Победы, это и макет Знамя Победы, это Георгиевская лента, вот, и золотыми буквами прописано то, что сегодня пытаются поставить под сомнение, это победа советского народа в Великой Отечественной войне. Вот, поэтому те, кто получили знак, вот, испытывают такую вот и гордость, и признательность, и работу эту мы будем продолжать. Мы сегодня видим, насколько это очень важно, и события, которые связаны с выполнением военной операции, те последствия, те реакции, которые отражены, дают нам поднять такой звонок, что вот в этом плане не все было поучно, не только, так сказать, вот на территории Украины, да, так сказать, но и предстоит еще большая работа здесь у нас. Спасибо за интересную беседу, Алексей Петрович, и мы всегда рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Спасибо. И напоминаю, в моей студии был Алексей Дегтев, председатель Думы городского округа Самары. Удачи в делах, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин